В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа вместе с представителями МАК, Междунациональный авиационный комитет, которые тоже ночью прибыли на место катастрофы. Сейчас производится осмотр места происшествия и другие первоначальные следственные действия. Группировка сил, включая сотрудников МЧС, других силовых структур и ведомств, размещена, организована. Оперативный штаб работал всю ночь. В максимально короткие сроки будут выполнены все необходимые следственные действия, назначены экспертизы. Ситуация осложнилась тем, что данный борт упал практически вертикально сверху вниз, между взлетно-посадочной полосой и рулежной дорожкой. В результате чего произошел сильный взрыв. Топливные баки возгорелись. Произошел сильный пожар, который полностью ликвидирован только утром. Повторные очаги возгорания всю ночь имели место быть и с ними силы МЧС боролись. В настоящее время очаги возгорания полностью потушены. Производится необходимый комплекс следственных действий. Соответственно, ситуация осложняется тем, что погибшие в этом самолете, летевшие люди, они в настоящее время, их личность должна быть установлена и идентифицирована. На это потребуется значительное количество времени, потому что проводится комплекс опознаний. Фрагменты тел будут доставлены в морг Казани, где будет произведено опознание с родственниками. А где это невозможно, будут проводиться геномные экспертизы. Поэтому от родственников будет произведен забор геномного материала. Производится выемка технических жидкостей, включая авиационный керосин, включая, так сказать, другие материалы, смазочные и так далее. Будет назначен и проведен комплекс экспертиз и проверены все имеющиеся последствия версии. А диспетчеры что-нибудь говорят в наше казанство? Значит, борт действительно перед посадкой связывался с диспетчером. По непонятным причинам он, так сказать, зашел, стал заходить на второй круг. Значит, и сейчас будут уточняться причины, почему он с первого раза не мог приземлиться. После этого непосредственно самолет потерпел катастрофу. Значит, создана правительственная комиссия, которую, так сказать, возглавил министр транспорта Соколов. Он тоже на месте происшествия сейчас комиссия работает. Но пока три версии, которые выдвигались вчера, они остаются. Нет никаких уточнений по поводу погоды, технической неисправности и ошибки экипажа? Да, это основные версии. Это и ошибка в пилотировании, и технические факторы. Значит, включая, так сказать, отказ техники. Эти все версии изучаются и расследуются. В авиакомпании «Татарстан» у нас изъяты все документы как по техническому состоянию самолета, так и по подготовке пилотов. Потому что одной из версий также рассматривается, это ошибка в пилотировании. Скажите, а дела погибших останков уже полностью? Значит, по опыту подобных трагедий, ну, скажем, вот пермской трагедии, идентификация останков заняла несколько недель. То есть это назначение генетических экспертиз, потому что фрагменты останков погибших, они достаточно мелкие. Плюс это отягощено еще термическим фактором, то есть был сильный пожар.